На данный момент фэшн-индустрия является первым в мире загрязнителем. Ну вот у нас дробилка. И они этот полиэртан привозят нам, и мы из него делаем блоки. И проблема в том, что переработать их, ну, ни то что никто не может. Это очень сложно. Всем привет, меня зовут Андрей Скрыпник. Сегодня мы в гостях у Романа Сибекина, и он нам расскажет о своих новых изобретениях, которые помогают делать окружающую среду чище. Усаживайтесь поудобнее, давайте начинать. Привет. Привет, привет. Первым делом, когда попадаешь к тебе на базу, сейчас бросаются в глаза эти огромные мешки. Что это такое? Что за прибавление у тебя на складе? Ну, это отходы полиуретана. Ну, то есть, для обывательским языком, это пена. Монтажная пена, к которой мы все привыкли, которая там пенит окна, там, двери и все остальное. То есть, есть большие компании, которые занимаются производством СИП-панелей. Это, значит, там, железяка, пена, железяка, да, так скажем. Очень доходчиво. Да, да. Из этих СИП-панелей, больших панелей, строят там и наши всякие торговые центры, ангары и все остальное. Производственные здания, помещения, ну, быстрые, возводимые. Вот. То есть, у них существует большое количество этих, этого полиуретана, который некуда девать, который они выкидывают, раньше выкидывали на свалку. Сейчас мы вроде как с ним договорились, и они этот полиуретан привозят нам, и мы из него делаем блоки. То есть, в блоки, по факту, можно добавлять разный заполнитель. То есть, каркас, цемент и песок создает каркас, скелет там, скажем, да, а заполнитель может быть любой, пенопласт, полиуретан. А по качеству отличается от пенопласта того же? Не отличается, поскольку скелет-то один. По, так скажем, по прочностным характеристикам скелет один. Цемент и песок. Если это равное соотношение, то, соответственно, блок очень крепкий. По тепловым качествам, что пенопласт, что полиуретан, он примерно одинаков. Поэтому по качеству теплового тоже, в принципе, они примерно похожи. Вот. Ну, можно так показать сейчас. Вот, чем он такой. Здесь нам уже привозят, здесь нам привозят такие уже мелкие, мелко-дробленые. Вот. Сейчас нам будут привозить куски такие полиуретана. И мы можем сейчас пойти, как раз у нас есть уже, как раз у нас сейчас есть уже готовые блоки. Просто посмотреть, как они выглядят. А вот. И это все у нас тоже мешки-запасы, которые мы привезли, которые мы должны тоже переработать. Ну, вот уже, вот готовый блок. Здесь смесь пенопласты, полиуретана. Вот. То есть, вот он. По факту такой он. Такой же легкий, такой же теплый. И сколько таких мешков уходит на производство блоков? Ну, тут мы же добавляем его по объему. Примерно полмешка, ну, или треть мешка на один замес. Сейчас мы его смешиваем пока что вместе с пенопластом в долевом, ну, в пропорции примерно 50 на 50. Вот. Если будет, допустим, у нас полиуретан немножко, ну, больше фракции при дроблении, тогда можно будет из всех стопроцентных полиуретана, ну, добавить в блок, да, то есть будет блок стопроцентный полиуретановый. Для тебя это была новинка именно попробовать такое? Нет, это не была новинка, поскольку где-то, наверное, года три назад я привозил уже отходы полиуретана из Москвы. А вот нам одна компания, которая тоже занимается производством СИП-панелей, просила его переработать и в дальнейшем организовать производство в Москве. Но на тот момент не было просто финансов для того, чтобы организовать производство. Хотя было интересно. Ну, еще из нового у нас мы запустили сейчас дробилку. Мы сейчас на дробилке на этой чистим все, что у нас осталось. У нас немножко осталось еще пластика, который не сгорел, так скажем. И мы на ней сейчас здесь на месте убираем, все чистим для того, чтобы, если мы проиграем там дела наши, то нужно навести тут чистоту и порядок. Ты все-таки рассматриваешь такое. Ну, надо быть реалистом иногда. Наверное, все к этому идет. Не знаю, пока не знаю. Ну, не теряем надежды, но будем, так скажем, рассматриваем сам пессимистичный вариант. Ну, вот у нас дробилка такая вот. Она по форме или по свойству напоминает обычную большую кофемолку. То есть такой ротор вертикальный. И вот он так вот крутится и дробит пластик. У нас просто очень-очень давно к нам приходили диски. Такие вот. Это, не знаю, то ли это был контрафакт дисков, то ли это были брак дисков. Ну, короче говоря, нам привезли для того, чтобы мы их утилизировали. Вот остались сейчас коробочки от них, которые будем сейчас дробить. Да, у нас был совместный проект с ГУВД. Мы утилизировали контрафакт. Для них это было в новинку. Поскольку они не знали, они раньше закапывали все это дело на свалке. И для нас это было в новинках, поскольку утилизируют контрафакт. Тоже было такое, скажем, новшество. Мы находимся возле дробилки. Вопрос, который совсем недавно оказался в комментариях. А вот тот пластик, который переработан. Условно, к примеру, из него сделана ручка того же какого-то костыля. А потом, когда этот костыль и эту ручку реально ли переработают? То есть переработанный пластик подвергается ли дальнейшей переработке или нет? Подвергается. Его можно переработать еще много-много-много раз. Поскольку есть технологии, когда либо мы в чистый пластик добавляем какую-то часть переработанного пластика, либо мы, если делаем все опять же из переработанного, но когда он прошел там две стадии жизни, да, там из ручки, там не знаю, в поручине, в поручине, там еще во что-то и потом пришел еще раз к нам на переработку, то есть технологии, которые позволяют пластику восстанавливаться. А вот так все реально. Конструкция очень такая незамысловатая, очень простая. Ты сам делал? Ну, да, это мы сами делали. Большая-большая кофемолка, которая просто вот, так скажем, крутится. И все. Пойдет? Да, пойдет, пойдет. А какое-то давление сверху оказывается? Нет, не оказывается. Она просто по собственным местам все это дело падает и дробится, и все. Какая примерно себестоимость создания такой дробинки? Ну, примерно себестоимость в районе, там, ну, тысяч 70, наверное, примерно так. Как знаешь, сейчас есть такой мальчишеский азарт, давай что-нибудь раздробим уже. Давай. Сейчас мы закроем и будем дробить. Юр, давай знаешь, что надо сейчас это самое. Я могу тебя оттепать. А? Тряпка или что там? Да не тряпка, тут вот кусочки остались, понимаешь, что тебе все кусочки надо убрать. Пока сейчас мы будем чистить ее, потому что, допустим, расскажу. Этот компакт-диск, да, и этот компакт-диск, ну, упаковка из-под компакт-диска. Они разные материалы, вот. Поэтому сейчас мы дробили здесь вот эти компакт-диски, упаковку. И нам нужно почистить, продуть ее. Пока это все готовится, пойдем расскажу тебе еще одну, еще один план, который мы хотим воплотить в жизнь. Идешь, у тебя солнце над головой, как святой. Помимо тех отходов, которые производят люди, есть еще отходы, которые производят производство, да, и в том числе фэшн-индустрия. Фэшн-это индустрия, которая производит нашу одежду, там. На данный момент фэшн-индустрия является первым в мире загрязнителем, по статистике, да, производящим отходы, там, всяких пластиковых отходов, в том числе. Это первый в мире загрязнитель. И проблема в том, что переработать их, ну, не то, что никто не может, это очень сложно. И для того, чтобы нам уменьшить образование вот этих вот отходов, у нас есть один проект, называется, ну, он называется банальный, эко-сумки из творцырья. Например, вот эти вот лоскуты ткани, которые остаются от их производства. То есть, допустим, мы это все сшиваем, там, к примеру, вот таким вот каким-то образом, да, и уже получается готовый квадратик. Из квадратиков дальше делаем еще квадратик, еще, еще, еще. И мы в дальнейшем делаем различные изделия, там, сумки, там, клатчи, либо что-то еще. Для того, чтобы вернуть все это дело каким-то минимальным образом обратно в оборот. И у этого предприятия, которое в Волгограде производит, ну, одежду, спецодежду, разные там сумки, у них это тоже проблема номер один. И они этим тоже озаботились, потому что говорят, мы, ну, мы являемся загрязнителем. Давай что-то из этого, как-то из этой ситуации выходить. И вот один из вариантов решения проблемы, вместе с ними мы будем работать над тем, чтобы сделать из этого полезные, полезные изделия. То есть, это остатки от производства текстильных изделий, да, можно делать? Да, да, да. То есть, если есть у кого-то идеи, что из этого можно сделать, куда-то можно добавить, ну, потому что... Построить дом. К примеру, да, да. Может быть, такая безумная идея. Всякая безумная идея приветствуется, поэтому пишите, там, в комментариях. Будем рады услышать любые безумные идеи, вот. И, может быть, если это будет безумная идея, так скажем, совсем безумная, мы ее воплотим в жизнь, да. Ну, не сейчас, но в дальнейшем, я думаю, что-то получится. Задача такая, создать какую-то удобоваримую технологию, которая бы, может быть, без сортировки, либо без лишних проблем решала проблему вот этих вот отходов. Если получится у нас, либо совместно кто-то подаст идеи, либо совместно кто-то захочет организовать производство, либо что-то еще, все возможные варианты приветствуются, будем только рады. Пишите на почту Роману, если есть идеи, либо пишите в комментариях, самые интересные идеи обязательно почитаем, попробуем реализовать. Да, да. А теперь пойдем до дробилки. Погнали. Роман, а можно я попробую? Можно. Роман, а можно. Чудо-машина. Ну вот, вот что получилось уже из наших, не компакт-дисков, а упаковки. Это пойдет в производство всяких бадиков, там, ручек и всего остального для людей с ограниченными возможностями. Где ты взял вообще вдохновение на создание этой компактной дробилки? Я просто видел дробилку в компании DoublePet. Видео. Да, там такая огромная, такая прям. Я понял, что дробилка это что-то страшное, тяжелое, громкое и дорогое. Ну да. Здесь все компактно, быстро, ничем не хуже по качеству. Ну да, то есть в зависимости от того, какие объемы ты перерабатываешь и какие цели преследуешь. Просто у нас в основном разный пластик. В DoublePet приходит очень много одной фракции пластика, да? Только пэт-бутылки. А здесь у нас приходят и компакт-диски, и какие-то втулки, и еще что-то, еще что-то. И даже сама упаковка из компакт-дисков, она может быть изо всех разных. Ну, из разного вида пластика, там, одни компакт-диски, то есть из одного вида пластика. Вот такой я показывал, да? А вторые компакт-диски. Вот они даже, да. А вторые, вот они, получается, вот такие вот жесткая упаковка. Это вот мягкая, да? То есть она такая, это жесткая. А сами диски перерабатываются вообще? Ну, сами диски перерабатываются, мы их не перерабатываем, мы их просто вкладываем в стопочку. И я знаю, в компании, по-моему, в Казани есть, которая именно принимает компакт-диски. А они как-то сложные в переработке? Я даже не знаю, мне кажется, они просто добавляют их при производстве гранул в первичное сырье, может что-то делать еще. То есть это поликарбонат, по факту. Ну, компакт-диск, это поликарбонат с алюминиевой прослойкой небольшой. Я так понимаю, что им эта алюминиевая прослойка не сильно там ролью какой-то существенной играет при переработке. У нас сегодня видео, это знакомство с новинками техники в твоем арсенале. Что еще есть нового? Ну, мы еще сделали новую модификацию пресса. Ну, как пресс, как он остался, как пресс, да? Но небольшие изменения внесли. Это мы сделали здесь одну большую дверцу для того, чтобы прессовались. И окошко без двери. Потому что получилась такая ситуация, что люди, которые прессуют, непосредственно прессовщики, они эту верхнюю дверцу не закрывают. Почему? Ну, она неудобна в эксплуатации. Ну, это, скажем, нет, она удобна. Они напихали, прикрыли, запрессовали и открыли. То есть это лишнее движение, лишнее манипуляции. Как бы по технике безопасности положено, чтобы была дверца. Но мы здесь сделали просто, поставили другой гидрораспорыватель, чтобы невозможно было там включить его и прощемить пальцы. Ну, то есть человек сам следит за своей техникой безопасности по максимуму. И все. И сами испытали. Вот уже готовый у нас есть тюк, который мы на нем сделали. На гидростанцию, щиток поставили на гидростанцию для того, чтобы любой человек мог только его включить в розетку. И подключить два шланга от маслостанции. И все. Просто раньше был щиток у нас здесь. И опять же для людей, которые не сведущие в электротехнике, сложно было прикрыть щиток, соединить. Ну, то есть это были некоторые... Короче, вы упростили его, Саша? Это пресс от Романа Сибекина, версия 2.0. Да, да, да. В общем, вот так вот. Круто. Всегда рад, я думаю, не только я, но и все зрители наблюдать за новинками у тебя в производстве. И всегда, конечно, радуемся каждому новому открытию и каждой новой инженерной мысли. Поэтому желаем удачи и будем дальше наблюдать за этими открытиями. Спасибо. Ну, все, счастливо. На этом все. Если понравилось видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новинки. Меня зовут Андрей Скрыпник. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok